Виктор Федорович, ситуация в стране критическая. Что Вы можете сказать по этому поводу? Дайте, пожалуйста, Вашу оценку о происходящем событии. Я абсолютно уверен в том, что это такой пример, который увидела наша страна и весь мир. Пример государственного переворота. Я делал все для того, чтобы в стране не было кровопролития. Мы приняли два закона об амнистии. Мы делали все шаги, которые бы стабилизировали ситуацию, политическую ситуацию в стране. Но произошло так, как произошло. Я приехал в Харьков вчера поздно вечером. Я хотел принять участие в сегодняшнем съезде депутатов всех уровней, общественных деятелей. Но получилось так, что я не мог поехать, я не мог терять время, потому что я должен был все время быть на связи. Все время шли сигналы о преследовании людей. Я пытаюсь защищать тех людей, которых сегодня бандиты преследуют. Преследуют в местах их проживания, в местах работы, на дорогах. Вот я делаю все, чтобы не допустить дальнейших кровопролитий уже близких мне людей. Виктор Федорович, вы пошли... Меня все время плавают ультиматумы. Я никуда не собираюсь уезжать в страны. Я не собираюсь подавать в отставку. Я законно избранный президент. Мне давали гарантии все международные посредники, с которыми я работал. Что они дают гарантии безопасности. Я посмотрю, как они будут выполнять эту роль. А все, что сегодня происходит, в большей степени, в большей степени, это, конечно, и вандализм, и бандитизм, и государственный переворот. Это моя оценка, я в этом глубоко убежден. Что я буду дальше делать? Я буду делать все, чтобы защитить свою страну от раскола. Я буду делать все, чтобы остановить кровопролитие. Я еще не знаю, как я это буду делать. Я уже сегодня много встречался с людьми. Советовался. У меня была такая возможность. Я дальше поеду по юго-востоку страны, который пока еще менее опасный или более безопасный. Я буду продолжать ездить, встречаться с людьми. Во-первых, я хочу найти ответ. Что мы будем дальше делать в нашей стране? По какому мы пойдем пути? И, конечно, та паника, которая сегодня охватила, я скажу, нормальных людей. И на западе, и на востоке, и в центре. Я видел, что делается в Киеве. По моей машине стреляли. Но у меня нет страха. Меня охватывает горе за нашу страну. Я чувствую ответственность. И что мы будем дальше делать? Я буду каждый день об этом публично говорить. Каждый день. Вы остаетесь на территории Украины. Я остаюсь на территории Украины. Я буду призывать всех международных наблюдателей. Всех посредников, которые участвовали в этом политическом конфликте. Чтобы они остановили бандитов. Это не оппозиция, это бандиты. Все, что происходит в парламенте, на выходе из парламента, депутатов бьют. Забрасывают камнями. Запугивают. Решения, которые они сейчас принимают, они все противозаконные. И они должны об этом слышать. Слышать от меня. Я ничего подписывать не буду с бандитами, которые сегодня терроризируют всю страну, украинский народ. Позорят Украину. Вы подписали все условия, которые были предоставлены оппозицией. Вы выполнили то, что обещали относительно требований оппозиции. Майдан не расходится. Что делать в этой ситуации? Как быть? Я все сказал. Я буду искать пути. Я посмотрю на реакцию международного сообщества. Я посмотрю, как они могут выполнять тоже свои обязательства. Вы уже общались с представителями Евросоюза. Они говорили... Работает министр иностранных дел. Он пока еще легитимный. Кожара Леонид Александрович. Вчера он мне докладывал о том, что он разговаривал с европейцами, с министром иностранных дел Польши. Вчера вечером он звонил в Соединенные Штаты. Вчера имел разговор с президентом России Путиным. Который мне сказал о том, что он разговаривал с президентом Соединенных Штатов Обамы. И я надеюсь, что я все эти дни тоже буду вести эти переговоры. Спикер Верховный Рад, Дурабак подал отставку. Что вы можете сказать по этому поводу? Его избили вчера. Он приехал ко мне, по пути стреляли в машину. Приехал ко мне и попросил, чтобы я его забрал. Я его забрал и сейчас отправил его в машину и в Донецк. На лечение. Да, на лечение. Точно так и глава администрации Клюев. Сейчас пошли угрозы судьям Конституционного суда. Это телефонные звонки, это электронные смс. Это на почту как-то... Всякими путями они это делают. Вчера, допустим, я говорю, депутаты выходили в партии регионов, с парламента их забросали ко мне. Активно из партии регионов выходят партийцы? Есть люди, которые не выдерживают, боятся за свои семьи. Это происходит поддавление? Есть, конечно. Но есть и предатели. Я не хочу сейчас об этом говорить. Я не хочу называть никакие фамилии. Пусть это будет на их совести, на их ответственности. Партия пережила много таких времен. Мы пережили 2004-2005 год, когда вышло из партии порядка 200 тысяч. Но потом вошло в партию более 600 тысяч. Сейчас ситуация, наверное, повторится. Полтора миллиона. Ну пусть выйдет 500 тысяч. Хотя я не думаю, что столько много выйдет. Все равно партия здоровая. Мы видим повтор нацистский. Когда в 30-е годы в Германии, в Австрии нацисты приходили к власти. Это повтор. Запрещали партии. Сейчас то же самое. Запрещают партию коммунистическую, партию регионов. Вешают ярлыки, преследуют, бьют и сбивают людей. Жгут дома, офисы. Более 200 офисов в партии регионов сошли в Украине. Все, Виктор Федорович, спасибо. Спасибо большое.